всем привет здарова я тут на днях полностью посмотрел аниме которое называется девушка на час и знаете что подумал а почему бы не запилить небольшой обзор на него однако помимо самого обзора мы выясним а действительно ли ту любит кадзуэ и столь он будет вообще хотя для многих возможно тема будет и несколько очевидной но вдруг ты чего-то не доглядел или в чем-то не разобрался ведь в аниме есть множество нюансов которые ты мог не доглядеть а перед началом как обычно анонс нашего бусти где ты найдешь множество других видосов которых нет на ютубе да и кроме того доступ к ним у тебя будет более ранним а ежели просто хочешь поддержать нас то реквизиты в самом описании кроме того лайк и подписка тоже считаются хорошей помощью это же вам вроде как не сложно сделать да ладно все хватит сама пиара погнали из кого выбираем как многие поняли или нет но как говорится анимешника ответ так ты достал уже с этими шутками ладно ладно если серьезно то у нас есть маме чизуру рука но и суме конечно хотелось бы сделать разбор на минут 15-20 как это было с пятью невестами но вы же здесь собрались не для того чтобы познавать психологические дебри моего больного разума верно так что ограничимся коротко о каждой из них и так мамечка является с первого взгляда милой нежной девочкой которая няшится дома не выходит лишний раз на улицу хорошо учится и радуется жизни смотря свое любимое а аниме но внутри нее сидит демон который готов жрать и метать всякого пусть даже это будет сам кадзе на фоне нее совсем не скрывает своего лицемерия чизуру которая за много грошей готова быть тебе и ангелом и демоном и гомо гомо зэком только плати но с другой стороны реальная ее натура ничуть не уступает той которая демонстрирует свое притворство только вот складывается впечатление что ей нужно пройти несколько апгрейдов дабы стать нормальной девушкой а то ведь ну вы понимаете не понимаете вот все вам надо объяснять но не сейчас еще есть конечно же рука которая бы возможно и стала бы идеальной для гг появись она раньше и уменьшив свою заносчивость в разы но зато такая и борщ сварит и поддержит и нужную часть себя подставит тяжкое время и казалось бы на этом фоне прям такой миленький светлячок выделяется но даже здесь есть но да вот так авторы сделали чтоб нам было интересно смотреть всех вайфу сделали не идеальными но все же если бы вы мечтали о немой девушке то сразу бы в нее влюбились и что же по итогу мы имеем много вайфу мало денег и целый ворох нереализованного тестостерона который идет не в нужное дело а на самобичевание главного героя и все лишь потому что он может себе это позволить и давайте же теперь на этом фоне подумаем кого же он выберет исходя из того что у нас есть и не надо тут мне писать что в манге и так все сказано вылизано и отпердолина что сказано то не доказано а у нас тут все-таки разбор по аниме может быть маме а гордость главного героя вайфу многих поклонников аниме радость для глаз и просто зверь в женском обличии преимущество у нее есть при том очень важное ведь главный герой впервые влюбился именно в нее как уже говорил в психологию мы тут не играем но идем туда куда идем ведь всем известно что первая любовь это навсегда как и первый опыт игры в мобайл легендс потому кадзе безусловно где-то внутри себя любит ее ведь не зря же он на нее лимонил где-то в седьмой-восьмой сериях и все бы шло именно к ней если бы не чизеру которая перевела взгляд парня с милой блондинки на шикарную шатенку впрочем минусы у нее тоже есть ибо во-первых она бросила нашего парнишку во вторых после этого будто бы издевалась над его чувствами а в третьих ведет себя так будто бы сама не знает чего хочет и действует намеками конечно же у любого нормального куна от этого бы снесло башню и все-таки стоит ее списывать со счетов определенно нет но вдруг есть кто-то получше сейчас и разберем может быть чизеру любой уважающий себя мужчина должен сделать три вещи посмотреть на чизеру влюбиться в возненавидите и ну а чего вы ждали ведь действительно классно когда девушка почти идеал по всем параметрам с тобой гуляет пока у тебя мира точат глаза и болт штана грызет гранит науки но все до тех пор пока она не протянет руку и не скажет ну вот почему она просто не может взять и встречаться с каким-то бичом некрасивым но с добрым сердцем ответ простой потому в общем то если так посудить она является в некоторой степени улучшенным отображением всех типичных тянок 21 столетия хочу много денег хочу много интриг не хочу ничего делать не знаю чего хочу но хочу всего как можно больше зачем просто потому что хочу и да я не просто так сказал слово улучшенным ведь чизеру хочет стать актрисой популярной как конечно же и немало всяких шоу в целом суть здесь довольно простая она идеальная за бабки без них не так идеально но гг все равно по ней тащится по мере того как узнает ее настоящую личность и то вроде бы тоже не против но огрызается иногда бьет а порой доводит парня до слез но стоит только к адзуе помаячить деньгами все сразу становится на круги своя у него с ней самые сложные но и самые драйвовые отношения ибо авторы сделали так чтобы сюжет именно их сводил вместе потому неловкие и случайные жвачки скрепляют эти сердца но также разделяет из-за целой плеяды проблем бабушка чизуру при смерти денег у нее мало на нее да и на свою жизнь а акадзуя все-таки не сын миллионера и бедолаге даже пришлось устроиться на работу которая тоже рано или поздно подойдет концу и что же списывать со счетов чизуру из-за конечного фатума кто знает кто знает может быть руку вообще если бы на месте кадзуи был типичный такой васян или может и не очень типичные почти 99 процентов парней они бы точно выбрали ее однако кадзуя не из робкого десятка и вместо спокойной жизни с топовой тянкой которая за ним бегает он предпочитает страдать в общем настоящий эмо бой 2к 22 и человек который не гору обойдет а в гору нахрен и попрет не ну а чё но суть здесь не в нашем гг а в руки сказать что она хреновая наглая или затаила что-то да нет вот от слова совсем внешность тоже на уровне но как говорил но есть одно но и в этом но заключается она кимоно кимоно всего сюжета которые и снять нельзя но и щеголять с ним дело весьма неблагодарное так уж получилось что кадзуя парень особый боится если его мечты слишком быстро сбываются тем более он слишком зациклен на чизуру и авторы его в этом плане не решили жалеть и вот казалось бы когда у тебя есть рядом заветная тян которая почти по всем параметрам соответствует твоим ожиданиям однако ты идешь попутной дорогой знаю что сердце принадлежит другой впрочем он ей второй после маме предложил встречаться они вместе ночевали лежали смотрели кинчик вместе работают да что уж говорить даже с его родителями познакомилась не идеальный ли кандидат а ведь напористая хочет добиться своего истина любит кадзую думаю не все так просто позже узнаешь может быть нагами иди сюда внучок покажи бабушка что такое любовь ладно ладно все это шутка ну вы поняли может быть сумме ах милый молчаливый цветочек самая ненавязчивая из всех девочек просто живет себе не доканывает никого и переживает за всех хотя и работает на сомнительной работе и прежде чем ты для себя решишь что именно она лучшая а задайся вопросом хотел бы ты чтобы твоя девушка ходила с другими парнями за ручки кушала за их счет и получала от них деньги что ж если да то это печально но с другой стороны заметьте она единственная с кем указу и вообще нет никаких проблем она не задается как маме не требует денег как чизеру и не навязчиво как рука да и она чуть ли не единственная кто реально пытается его понимать в отличие от других кто его тупо пытается использовать намекая что мужик должен лишь потому что родился с пипирка между ног вместо вареника но все же будет ли он с ней или с кем-либо еще сейчас и подумаем сравним наклепаем и решим вывод и хотя у каждой есть свои преимущества и недостатки есть столько же и шансов мамечка стала первой девушкой с ней у него был первый опыт с ней он впервые поцеловался но в то же время она его бросила она разбила ему сердце она навязчиво после этого попадалась ему на глаза словно издеваясь чизеру хотя и может притворяться идеальной и ее много чего связывает с главным героем но она слишком зависит от денег в общем типичная карьеристка зацикленная на себе и своих амбициях пусть что-то и испытывает кадзуэ но скрывает и при возможности демонстрирует что ей на него в лучшем случае наплевать хотя при этом и на уступки идет и подарочки дарит в общем сложно да рука же напротив бегает за кадзуэ ему подарки дарит и даже не против вроде как денег дать как и свой пельмень и все бы ничего если бы герой не был зациклен на недостижимом плоде пока около него крутится по качеству такой же но с другим вкусом кроме того боится он такой настырности и не был готов к ней потому данный момент все усложняет сумме же радует в другом спокойно и тихая умеет понимать но тоже работая девушкой на час и не умеет вообще почти ничего говорить получается эдакий круговорот любви в природе безусловно многие могут сказать автор ну очевидно же что он будет с чизуру ну что ты такой тупой а но я скажу что я не тупой я продуманный если логично все сопоставить то авторы ведут к тому что он будет именно с чизурой но это если логично однако если смотреть по реальным обстоятельствам включая разные факторы первые эмоции опыт времяпрепровождение и так далее то на такую роль вполне тянет и рука ведь как уже говорил они вместе проводят больше всего времени она самая настырная она пожалуй единственная кто любит его до безумия и такие люди насколько мне известно в нашей жизни и добиваются своих целей честно скажу я не хотел бы быть на месте к адзуи а вы ты че дурак блять ладно согласен вопрос наверное тупой хотя все интересующиеся уже и почитали в манге свои ответы на главные вопросы но обзор есть на то и обзор чтобы разобраться во всем этом так что кто знает вдруг третий сезон реально сильно поменяет расклад сюжета манги посмотрим ну а с вами как обычно была команда аутистов еще услышимся пока